ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 153 многоквартирных дома и 126 тысяч жителей. Прошедшие выходные свой первый день рождения отметил ТОС Аллы и Паруса. В него вошли жители пяти домов на улице Пушкарева, Облуково и Московское шоссе. В густонаселенном квартале проживает почти три тысячи человек. Территория у нас большая, народа много, много пожилых людей, и которым, собственно, нужно как-то благоустроить вот это вот пространство, чтобы у них было место, где отдохнуть. День рождения отметили шумно и весело, с музыкой, конкурсами, выступлениями творческих коллективов города. Самых маленьких соседей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Поздравили присутствующих и первые лица города. На праздник приехал губернатор Сергей Морозов. Я живу в соседнем доме и очень удивилась, услышала музыку. Реклама никакой не была. Но мне это очень нравится. Люди должны жить дружно, вежливо, ласково друг с другом. И чтобы почаше таких праздников было. Несмотря на то, что сам ТОС организовали на прошлой неделе, работа по преображению дворов началась еще три года назад. За последние два года двор на московском шоссе 100 изменился до неузнаваемости в лучшую сторону. Отремонтировали дорогу, сделали дополнительные подъездные карманы для машин, обновили освещение, установили лавочки и урны. Все благодаря программе формирования комфортной городской среды. На следующий год мы предполагаем установки здесь, а может быть и в этом году, спортивных и детских комплексов. И в дальнейшем благоустройство уборка вот этих гаражей металлических, которые у нас стоят посередине двора. Что в целом здесь получится? Отличное общественное пространство для отдыха, досуга, занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан микрорайона. С работами ознакомился глава региона. Позже на профильном совещании Сергей Морозов отметил, полномочия ТОСов необходимо расширить, в том числе передать систему управления финансами напрямую общественным самоуправлением. Я сразу хочу отговориться о том, что это не только благоустройство, а то мы тоже как-то слишком сузили сферу вашего внимания, что ТОСы – это только благоустройство. Неправильно. Соответствующий аппарат будет создан в областной ассоциации ТОС. Каждое самоуправление сможет направлять денежные средства на приоритетные вопросы своего района. На этом задачи ТОСов не ограничатся. Кроме благоустройства, активные ульяновцы займутся охраной общественного правопорядка, а также созданием центров долголетия и молодежных объединений. В общей сложности на реализацию инициатив ТОС в этом году будет направлено 52 миллиона рублей. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.